Если вы хотите приготовить вкусные орешки, печенье, то этот рецепт для вас. Итак, для того, чтобы приготовить наши любимые орешки, нам понадобится мука, крахмал, яйца, сахар, соль, сметана или майонез, сода, масло или маргарин. Ну и, собственно говоря, сами формы для выпекания. У меня она вот такая объемная. Две части у меня их. Орешки у нас будут без начинки, то есть они у нас будут просто самоподнимающиеся и заполняющие две формы сразу. Поскольку рецепт тот, который нам дан, нам его надолго не хватает, поэтому мы сейчас будем готовить в полуторакратном размере. Итак, для начала мы возьмем 6 яиц и 2 стакана, 2 чуть-чуть можно побольше, стакана сахара. Все это разбиваем и перемешиваем вместе. Итак, пока перемешиваем яйца и сахар. Одновременно берем 300 грамм маргарина или сливочного масла и растапливаем его на небольшом огне. Главное сразу не заливать кипяток, иначе яйца у нас могут свариться. Поэтому немножечко остывшее масло мы также добавляем в наши будущие орешки. Итак, 300 грамм масла. Также сюда же можно добавить сразу приблизительно половину чайной ложки соли и чуть больше половины, где-то 2 третьих чайной ложки соды. Итак, соль. Ну, приблизительно у нас половина ложечки соды. Не надо совсем ужалить соду, потому что если орешки наши подниматься не будут, то ничего хорошего в этом не будет. Далее мы добавляем 300 грамм сметаны или майонез. Ну, все-таки сметану считаю более правильным здоровым продуктом, поэтому майонез не добавляю никогда. Делаю обычно все именно на сметане. Тщательно перемешиваем. Итак, вот такая приблизительно однородная желтая консистенция у нас должна получиться. Из жидких ингредиентов мы добавили все. Теперь нам осталось добавить муку и крахмал. Итак, мы добавляем полтора стакана крахмала. Три стакана муки. Добавляем постепенно, аккуратно, но тем не менее, вероятнее всего, что комочки у нас образуются. Поэтому после того, как мы добавим всю оставшуюся муку, нужно хорошенечко перемешать и дать буквально минуток 10-15 немножечко нашим будущим орешкам устояться, для того, чтобы и сода у нас хорошо заработала, и для того, чтобы немножечко подразошлись наши комочки. Слегка помешиваем. Когда наше тесто уже практически готово, обе половинки нашей сковородки я ставлю на горящий газ, небольшой огонь, для того, чтобы обе стороны прогрелись. Плюс мы должны обязательно смазать наши сковородки маслом, для того, чтобы наши печенья хорошо отделялись, не пригорали, потому что если они пригорят, то их очень сложно будет извлечь из вот такой вот объемной посуды. Но для того, чтобы не оставалось много лишнего масла, и чтобы оно у нас не вытекало, мы берем обычную миску, наливаем туда масло, берем силиконовый венчик, и вот таким образом силиконовым венчиком промасливаем абсолютно каждую формочку полностью. Еще раз оговорюсь о том, что нужно промаслить и ту формочку, в которую мы будем наливать наше тесто, и ту форму, которую мы будем прикладывать сверху. Потому что в любом случае мы в последующем обе эти формы будем переворачивать, и если мы промаслим только одну сторону, то у нас высок риск того, что ко второй форме наше тесто приклеится. И вот благодаря вот этому венчику, во-первых, мы хорошо и равномерно промажем все наши формы, во-вторых, у нас не останется лишнего, ненужного масла. Перед тем, как начать выпекать наши формы, я продолжаю сохранять форму на огне, единственное, немножечко увеличиваю газ под той формой, в которую мы будем накладывать наше тесто. Тем временем, если посмотреть на наше тесто, то оно приобрело форму консистенции сметаны. Ну и теперь, для того, чтобы накладывать, дождемся, когда у нас масло начнет немножечко кипеть, и маленькой чайной ложкой будем выкладывать в каждую формочку тесто. Итак, наше масло закипело, теперь мы одной ложечкой берем наше тесто, второй быстренько помогаем его снять. Чем меньше форма, тем меньше туда требуется тесто, чем крупнее форма, тем больше требуется туда тесто. Обращаю ваше внимание о том, что работать нужно быстро. Посмотрите, вот этот у нас уже достаточно хорошо поднимается, это говорит о том, что соды у нас достаточно, работают наши грибочки хорошо. Если мы очень медленно будем накладывать, то они у нас все выйдут за пределы своей формы, займут ненужное нам пространство, и тесто мы потратим зря. Все. Как только мы ложили, берем вторую форму, переворачиваем, накрываем, и сразу же то, что я делаю, я сразу переворачиваю на обратную сторону. Теперь еще один-два раза перевернув на обе стороны, и посмотрев, какого цвета у нас будут орешки, мы будем их выпекать. Итак, вот наши первые грибочки. Открываем аккуратно. Так, обращаю внимание, вот здесь у нас практически нет ни лишнего теста, ни один пирожочек не пригорел. Ни один грибочек не пригорел. Вот с этой стороны попробуем. Так, свободно они у нас не выпрыгивают, поэтому нам нужно каждый немножечко. подцепить. И вот здесь они у нас уже более-менее спокойно освобождаются, сохраняя форму, не оставляя никаких следов. То есть мыть нам сковородку сейчас не нужно будет. Сейчас мы даем возможность чуть-чуть нашим грибочкам подостыть. Убираем вот эти вот оставшиеся следы от теста с булков. И после того, как наши грибочки остынут, вот эти вот лишние элементы нужно просто отломить. И наши грибочки, орешки приобретут более презентабельный вид. Вот столько у нас получилось печеней по полуторному рецепту. Ну, честно скажу, буквально на пару дней хватит. Обращаю внимание на то, что печенье у нас здесь разных оттенков. Это как раз зависит от того, насколько долго вы будете держать их на огне. То есть можно даже варьировать немножечко цвет ваших печеней. От светлого, где у нас прямо вот решеточка видна, до довольно-таки темного. На этом пока все. С вами была Юлия, канал Наша Жизнь. До новых встреч. Приятного аппетита! Аппетита!